Умная карта оповестит, когда придет нужный автобус, а умный киоск подскажет, как пройти до бювета. Приставку «Смарт» кажется, скоро можно будет добавлять к работе любой городской инфраструктуры. Весь курорт объединит единая электронная система. Более 30 различных сервисов, в том числе управление транспортом, управление социальной инфраструктурой, то есть информации об зданиях, учреждениях, графике работы, сервисы учета заполняемости мусорных баков, которые будут показывать, насколько они загружены, когда требуется их освобождение, вывоз этих мусоров. Это сервисы взаимодействия с правоохранительными, например, органами. В стране проект такого масштаба пока один. Система должна вывести взаимодействие с городской средой на принципиально новый уровень. Житель всегда сможет узнать, что происходит на улице, или наоборот, сам сообщить о недочетах. Городские власти же получают самую быструю обратную связь. Стекаться вся информация будет в ситуационный центр. Проще говоря, диспетчерская в администрации города. Сейчас тут только устанавливают экраны и все необходимое оборудование, но уже в конце декабря специалисты в реальном времени будут смотреть, чем живет город. И если что-то не так, например, ДТП, коммунальная авария или правонарушение, службы оперативно смогут отработать любой вопрос. Уже сейчас в городе начали устанавливать информационные киоски. Оборудуют 17 остановок с умным расписанием транспорта. А для автобусов уже подготовили GPS-трекеры, чтобы отследить положение каждой машины. В бюветах установят датчики учета воды. Поможет умный город оптимизировать и коммунальную сферу. Мы ставим умные счетчики в наших школах и дошколах, что позволит нам в режиме реального времени смотреть потребление энергоресурсов, свет, газ, вода, автоматически регулировать подачу теплоносителя. Все это опять-таки с целью снижения расходов бюджета на плацах жительных коммунальных услуг. Для того, чтобы к системе подключиться, совсем скоро представят веб-сервис и мобильное приложение. В планах общая сеть должна заработать на Кавминводах, а позже и по всему краю. Официального дебюта в Железноводске стоит ждать уже грядущей весной. О том, как целый город становится зоной комфорта, узнали Никита Шишков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.